— Задает вопрос как раз к этому склайду, который у нас открыт. Как угадать, когда посылать импульс? — О, вот за этот вопрос большое спасибо. Вот вы знаете, какое дело. Я сейчас сижу и пытаюсь написать статью об управляющих воздействиях вообще. Не об активных, мол, не отводах, а об управляющих воздействиях. И занимаюсь я вот каким вопросом. Я пытаюсь разобраться вот с чем. Вот я спровоцировал развитие встречного лидера. Теперь этот встречный лидер развивается в электрическом поле, которое сделал я источником напряжения, плюс грозовое облако. А грозовое облако может сделать поле всякое разное. Почему? Потому что это поле определяется с одной стороны зарядом грозовой ячейки. Она медленно меняется. И можно считать, что это поле не меняется во времени. И, кроме того, зарядом той молнии, которая стартовала из грозового облака и идет к земле. И тащит на себе приличный заряд. На каждый метр длины, ну, где-нибудь полмилли кулона электрического заряда. И вот когда этот канал приближается к земле, поле начинает довольно сильно нарастать. И очень важно, в какой момент вы запустите свой встречный лидер. Запустите рано, пока молния еще очень высоко. Он будет двигаться в слабом поле и остановится. А если запустите в хорошее время, он будет двигаться в электрическом поле, которое раза в три больше, чем поле грозового облака. И тогда у него есть шанс пойти. И вот, если вы хотите действительно управлять траекторией молнии, вам надо вот этот самый управляющий импульс посылать вовремя. Надо синхронизировать момент подачи импульса с положением лидера нисходящей молнии. Вот этот вопрос синхронизации, он практически нерешаем. И решить его крайне сложно. Из-за того, что молния с одной стороны движется по случайным траекториям, с другой стороны она движется с разными скоростями, а скорости молнии могут меняться вообще в пределах, ну, грубо говоря, порядка величины. И в-третьих, у ней есть ветвление. И этот вопрос о надежной синхронизации решить практически не удается. И это ставит крест, вообще говоря, на всех активных молнииотводах. Вот в чем дело. Я не стал путать людей вот этим вот вопросом. Большое вам спасибо, что вы мне дали возможность это рассказать. Ну, то есть, мало того, что очень сложно создать напряжение, которое требуется, так еще и непонятно, когда его нужно приложить к молнииотводу. Совершенно верно. Вот понимаете, какое дело? Если я буду использовать это дело для провоцирования молнии, вот меня занимает такой вопрос. Вот у меня стоит ген наружной установке. Ну, вот, например, в Новосибирске стоит генератор. Высота его примерно там, по-моему, 34 метра. Вот я на крышу этого генератора поставлю стерженек. И когда ген сработает, на этом стержне вот подбросится напряжение, и я могу подбросить это напряжение примерно на 5 миллионов вольт. Вот могу я такую систему использовать для того, чтобы провоцировать удары молнии вот в этот самый ген. Вопрос потом стоит, как ген защитить от них. Но это уж потом. Вот спрашивается, когда надо подавать этот управляющий импульс? Здесь, если я промахнусь, ну, невелика беда. Ну, хорошо. Пусть из 10 под ударов молнии я делаю, из 10 срабатывания гена один будет удачный. Блеск. Я зарегистрирую все параметры молнии и покажу всему миру, какой я умный. А вот если я такую систему делаю на молнииотводе, который из 10 попыток один раз даст удачную, вот тут мне такой молнииотвод мне не продать, никто его не купит и пошлют меня по большому адресу. Понимаете? Использование управляющих воздействий для молниезащиты затрудняется тем, что надежность защиты, которая сегодня нужна, это защита на уровне, ну, по крайней мере, двух девяток. Я не могу позволить себе пропустить удар молнии, как я это сделаю в научных целях. И это еще одно препятствие к использованию активных молнииотводов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!